Православный мир сегодня отмечает Светлое Христово Воскресенье, Пасху, один из самых больших христианских праздников после Рождества Спасителя. В ночь в субботу на воскресенье в церквях и храмах по всей стране прошли торжественные службы, на которых освещали традиционные праздничные блюда – куличи, крашеные яйца и Пасхи. Завершилось все крестным хоном в полночь. Жители столицы региона встретили светлый праздник в Богоявленском храме. Праздников праздники, торжество и сторжеств – так православные всего мира называют Пасху. По библейскому преданию в этот день произошло чудо – Христос Воскрес. В ночь на Пасху в каждом православном храме и монастыре России прошли праздничное пасхальное богослужение. Главную же службу совершили в храме Христа Спасителя в Москве. Сюда спецбортом из Иерусалима практически в полночь доставили священный огонь из храма Гроба Господня. Храм этот воздвигли на том самом месте, где был погребен и воскрес Иисус. С святого града Иерусалима к нам прибыл по традиции святой огонь, сошедший ныне в кувуклии храма Воскресения. Примите этот огонь как дар божественной благодати, принесите его в свои дома и, взирая на него, имейте перед собой великий символ огненной победы Спасителя над всяким злом и всякой неправдой. Пусть теплота этого огня согревает ваши сердца, ваши дома, ваши семьи, весь наш народ. Храни вас Господь! Праздновать Пасху по многовековой традиции начинают с субботы на воскресенье. Ровно в полночь начинается заутрення. Под звуки благовеста начинается крестный ход. Во время второй части заутренней поется пасхальный канон и читается слово святого Иоанна Златоуста, напоминая верующим о значении Пасхи. Кто благочестив и боголюбив, тот да насладится этим прекрасным и светлым торжеством. Кто раб благоразумный, тот с радостью да войдет в радость Господа своего. Кто потрудился постясь, да примет ныне динарий. Кто от первого часа трудился, толк должное справедливо да получит сегодня. Кто после его третьего часа пришел, с благодарением да празднует. Кто пришел после шестого часа, достиг, нисколько не сомневается, ибо ничего не лишается. Кто замедлил до девятого часа, да приступит, нисколько не сомневаясь и ничего не боясь. Кто успел прийти только в одиннадцатый час, и тот, да не страшится промедление, ибо щедр владыка принимает и последнего, как первого успокаивает пришедшего в одиннадцатый час, так же, как и работавшего с первого часа. И последнего милует, и первому воздает достойное, и тому дает, и этому дарует, и дела принимает, и намерения приветствует, и деяния почитает, и расположения хвалит. Итак, все войдите в радость Господа своего. И первые, и вторые получите награду. Богатые и бедные ликуйте друг с другом, воздержанные и ленивые почтите этот день. Постившиеся и не постившиеся веселитесь сегодня, трапезообильно, насладитесь все, телец упитанный, никто да не уходит голодным, все наслаждайтесь пиром веры, все воспримите богатство благости. Как и в Храме Христа Спасителя в Москве, в Богоявленском кафедральном соборе в Наринмаре собрались верующие, чтобы принять участие в крестном ходе. С зажженными свечами, иконами, крестами и хорогвиями, с пением священнослужители совершают торжественное шествие вокруг Храма. Народ идет за ними. Крестный ход – один из самых важных и торжественных моментов пасхальной службы. Верующие олицетворяют мироносец, которые пришли к гробу Господню, чтобы омыть тело Христа, но его там не оказалось. Тогда они произнесли те самые слова, которые на Пасху звучат из уст всех христиан. Верующие крестятся и под непрерывные звуки колоколов устремляются в храм, чтобы продолжить торжественную пасхальную службу. Кто-то спешит домой, чтобы поделиться радостью с близкими. С праздником! Как у вас настроение? Воистину воскресе! Хорошее настроение праздничное. Как отмечаете Пасху? Соблюдаете традицию? Традиционно, да. Каждый год отмечаем и ждем этого праздника. Чувствуется облегчение, придешь, все очень хорошо даже. Души-то радостно очень. На душе легко становится. Хорошая, светлая. Как празднуете Пасху? Ну, еще не начали разговляться. Сегодня у верующих закончился Великий пост. После службы можно садиться за праздничный стол и начинать разговляться традиционными угощениями, пасхальными куличами и крашенными яйцами. Праздничными в православии считаются 40 дней после Пасхи. А всю первую неделю, всю первую седьмицу в храмах будут идти торжественные службы. Будут звонить все колокола, пасхальным перезвоном. Приветствую. Благую весть. Продолжение следует...